Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейц продолжает свои программы. И сегодня у нас в студии находятся два гостя. Ну, начну с главного гостя. Главный гость у нас прямо вот напротив меня. Принцид Харта Гаутама. Миру больше известен под именем Будды. Вот прямо находится напротив меня. А рядом с ним сидит тоже достаточно интересный человек и реализованный человек, которого зовут доктор Айбек Изатов. Айбек, здравствуй! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Да, ну, я немножко, вообще-то говоря, объявлю. Ну, во-первых, это действительно... Айбек является доктором, МД. И не только современная традиционная медицина его привлекает, а больше, так скажем, восточный подход к этому. И он является автором известной школы Тяньянмо, это школа массажа, вообще-то говоря, имеющий статус международной школы. Ну, и также он написал несколько книг, одна из которых тоже достаточно известная книга «Откровение гения Хазрата». И как, скажем, специалист, вот мы его пригласили к нам в студию, и поэтому мы сегодня поговорим о интересном и очень необычном, во многом забытом трактате буддийским трактате тибетском, точнее, тибетской медицины, которая называется «Джут Ши». Мы начали эту программу в прошлый раз и получили достаточно много откликов на просмотров было на Ютьюбе. И сегодня мы продолжаем тему вот этой тибетской медицины. И, Айбек, ну вот тебе слово. Слушаем. Значит, мы решили с Мишей традиционно, значит, читать текст, который является авторитетом, который вы, если будете слушать с нами передачу, то вы поймёте, что это действительно уникальное знание, и никакая юридия, никакая суверенная медицина не может сравнить уникальность. По прошлой передаче вы, наверное, поняли, насколько это всё серьёзно. Значит, это очень, значит, так сказать, может явиться хорошим подспорьем современному врачу, а также, так сказать, последователю альтернативной медицины. Поэтому, ну, объём здесь огромнейший. Нужно, значит, внимательно это всё слушать. Естественно, здесь очень много слов, которые я ещё раз повторю, они очень сложно переводятся. Значит, в прошлой передаче я прочитал только одно предложение из этого трактата, потому что у нас была сумбурная такая передача. И сегодня, я думаю, что мы, так сказать, будем stick to text, значит, прикреплены к тексту. Да. Значит, я тогда начну. Значит, к Боговану он обратился. Кто такой Богован, мы поняли. И это не... Ты сказал, что это Шукья Мунишвань, но это Бхайшача Гуру, то есть, значит, аватар Бога медицины. Значит, и он, войдя в самадхи, он дал вот это знание восьмиступенчатое. И почему это восьмиступенчатое, потому что, значит, существует восемь членов медицины. Я пытался это объяснить в прошлый раз. Значит, первая ступень – это болезни тела. Вторая ступень – это детские болезни. Третья ступень – это женские болезни. Четвёртая – это болезни от демонов, раны, отравления, старость и половое бессилие. Всё это составляет восемь членов тантры, которые, значит, последователь этих учений должен знать от Адая. Значит, когда он обратился к Боговану, он сказал, «Одно имя его спасёт от мук плохих перерождений, я кланюсь Будде Пхайшаджагуру, царю Вайдурьева сияния, исцелителю болезней трёх ядов». Значит, Вайдурьева сияния – это такое риторическое, значит, понятие. Обычно переводится как… Вайдурья переводится как лазурит. Значит, три яда – это у нас… Они описывают, допустим, в Айурвезе это будет желчь, там, слизь и воздух. Здесь у нас три яда – это страсть, гнев и невежество. Значит, дальше. Значит, такие слова произнёс я. Это говорит автор этой книги. И, значит, дальше. Однажды. Есть в обители Риши в городе Алтана-Сдук дворец, построенный из пяти драгоценностей. Украшен этот дворец лекарственными драгоценными камнями. Норбу, римпоче – разных видов. Эти драгоценные камни усмиряют 404 болезни. Значит, их сочетание по две и всех трёх вместе. Они обращают болезни жара в прохладу, болезни холода в тепло. Усмиряет 80-тысячный отряд демонов гэг. Исполняет все желания. Значит, я думаю, никто ничего не понял. Но поэтому я ещё раз говорю. Ну, проясни, проясни. Да, здесь... А тут и демоны, и какие-то воспалительные процессы, всё вместе, да, жары в теле. Во-первых, он говорит, что есть в обители Риши. То есть, это город в обители Риши. Кто у нас Риши? Риши – это боги, будем так говорить, или полубоги, да? Нет, это святые мудрецы, отшельники. Отшельники, которые, значит, это всё происходит в отдалённом месте, где живут в основном мудрецы. В те времена, видимо, как сейчас, допустим, все селебрити живут в Голливуде, также Риши жили в определённых местах таких. Ну, всё-таки это на земле. На земле, да. Потому что, так, в ведических, допустим, трактатах говорится о том, что мудрецы, Риши, они живут не только на земле. Сейчас мы до этого тоже дойдём. Лтанадук – это, значит, город такой. Это прекрасный на вид переводится. Лтанадук – прекрасный на вид. Это город Индры. Значит, это всё происходит даже, так сказать, в измерении полубогов. В том-то и дело. Индра является повелителем райских планет. Значит, дальше. Ну, я думаю, вот это всё можно потихонечку сократить. Потому что у нас люди особо так не любят, когда идёт религиозная тема, я так понял. Ну, возбуждение в умах возникает. Это, да, это правда. Так что расслабьтесь. Это всё, так сказать, нельзя сказать, что это сказки, бабские подсказки. Но это было серьёзно в те времена. Вот мне понравилось здесь. Давайте ближе к медицине. Окей. Значит, на юге этого города, на горе Бикс-Баэт, обладающей силой солнца, растёт лес. Перец, гранатника, перца чёрного, перца длинного, перца красного и других лекарств, излечивающих холод. Вкус у них жгучий, кислый, солёный, действия горячие и острые. Корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды этих лекарственных растений благовонны, прекрасны на вид и приятны ей душе. Всюду, куда проникает аромат этих лекарств, нет места болезням холода. На севере этого города, на горе Гангсчан, обладающей силой луны, растёт лес, сандала белого, камфоры, азиратхы индийской и других лекарств, излечивающих жар. Вкус у них горький, сладкий, терпкий, действие холодное, тупое. Корни, стволы, ветви, листья, цветы и плоды этих лекарственных растений благовонны, прекрасны на вид, приятны ей душе. Всюду, куда проникает аромат этих лекарств, нет места болезням жара. На востоке, вот обратите внимание, на юге, на солнце, на севере луна. На востоке этого города, на горе Спосданг-Улдан, растёт лес Мирабалана, Хебула. То есть, это трифола, вот эти вот плоды. Корни его излечивают болезни костей, ствол болезни мяса, ветви болезни сосудов и жил, кора болезни кожи, листья болезни полых органов, цветы болезни органов чувств. А плоды – болезни плотных органов. На вершине вызревает Мирабалан пяти видов. Пяти видов, понимаешь? А не трёх, как в Аюрведе. Он обладает шестью вкусами, восемью действиями, тремя вкусами, послевкусами, и, значит, после переваривания, и семнадцатью свойствами. И излечивает всё, что есть болезнь. Он благовонен, прекрасен, приятен в душе, повсюду, куда проникает аромат этого лекарства. Нет места ни одной из четырёх болезней. На западе этого города, на горе Малалайя, рождается шесть хороших лекарств. Пять видов кальцита, усмиряющего все болезни. Пять видов мумиё. Пять видов целебных вод. Пять видов горячих источников. Земля покрыта лужайками шафрана и источает запах ладана. На скалах полно лекарственных камней, земель и разных солей. На вершинах деревьев слышны благозвучные голоса павлинов, журавлей, шаншанов, попугаев и других птиц. У корней изобилие животных, дающих хорошие лекарства. Слоны, медведи, кабарга и другие. Украшения горы – это то, что на ней нет. Недостатка всего, что относится к лекарствам. Дальше будет ещё интересно. В середине дворца на Вайдурьевом престоле восседает учитель. Исцелитель, Пайшача-гуру, у учителя свита. Здесь очень интересно. Это нигде даже в Айверведе не описано. Учителя свита – боги, риши, внешние и внутренние, четырьмя кругами окружают его со всех сторон. Кто же они? Вот круг богов. Лекарь богов Праджапати. Знаешь, да, кто такой Праджапати? Да. Лекарь богов Ашвины, властелин богов Индра и богиня Амрита находятся вместе с многочисленной свитой божеств. Вот круг риши. Великий риши Атрея, Агнивеша, Немидхара, Гробоскьонггибу, Гшолгроскейс, Дгагниис Бьод и Дханмантари. Ранамасоске и другие находятся вместе с многочисленной свитой риши. Это второй круг, да? Теперь третий круг. Вот круг внешних. Значит, прародитель еретиков Брахма, Шива, Вишну, Кумара, Артаситхи и другие сидят вместе среди многочисленной свиты еретиков. Они все еретики. Что Брахма, что Жива, что Вишну, что Кумара. Ну, это дальше поймешь. Значит, вот круг внутренних. Это Манджушри, это Манджушри, Авалакитешвара, Ваджапани, Ананда, Кумараджвака и другие вместе с многочисленной свитой внутренних. И в момент, когда учитель произносит одно слово, каждый из четырех свит принимает его по-своему в традиции своих учителей. Вот эта традиция, традиция Джучши, является традицией Риши, который выправил пороки своего тела, языка и души и исправляет чужие пороки. Значит, здесь очень, так сказать, противоречивая стейтмент, то есть изложение, которое написано в этой книге, потому что для многих такие боги, как Брахма, Шива, Вишну, это считается богами, значит, единственными, которыми они молятся, но здесь это свиты еретиков. Допустим, Тханвантари относится к Ришам, на самом деле, это бог медицины, тоже это как бы некрасивое такое обращение к нему. но тем не менее, здесь излагается то, что когда человек, то есть, когда человек говорит, у нас возникает, соответственно, значит, реакция на его речь в поле Брега, в поле Вернике, есть такие поля, где происходит, значит, интерпретация всего, что говорится. и как бы это все по полочкам воспринимается и в логической цепочке это интерпретируется и интернализируется нашим интеллектом. Это процесс, на самом деле, вот мы берем это как как бы должное, но на самом деле это сложнейший процесс. здесь вот это вот изречение, которое я сейчас прочитал, нужно немного, значит, расшифровать. Дело в том, что когда говорит человек более высшего интеллекта, значит, вот это намарупа, знаешь, что такое намарупа? Нет. намарупа это имя, а рупа это значение, образ. Имя, образ, имя, образ. Вот мы говорим, когда что-то, под каждым словом есть определенный образ. И вот эти вот образы, они создают значит, определенное умозаключение. Или я бы сказал, смысл каждого предложения определяется. Когда говорят боги, нет понятия намарупа, потому что они выше этого. Окей? Поэтому каждый будет воспринимать, здесь же говорится, что каждый воспринял одно слово, ну, знаете, учитель произносит одно слово, каждый из четырех свят принимает его по-своему в традиции своих учителей. потому что когда мы говорим, в каждом слове есть отжиз, в каждом слове есть смысл. Также и в каждом звуке. Слово произошло, речь вообще вся произошла от трех звуков. Ом. Раньше не было речи, понимаешь? Вот в этом звуке весь, значит, земной, все знания, весь земной язык, если его собрать, ну, начиная китайским и кончая там португальским, чемпионом Европы, значит, если собрать это все, интегрировать и получится звук Ом. Окей? Значит, ну, это как бы, значит, производная. И здесь говорится, что как раз-таки свита Риши, одним из членов которой был Тханвантари. Тханвантари это действительно бог. Индусы это сделали как бы более сказочно, они, значит, когда было великое пахтание, значит, океан вселенной, да, одним из первых, значит, продуктов пахтания был бог Тханвантари. Значит, и он дал знание медицины в этот момент, значит, нашему земному народу. окей, какие-то у тебя есть вопросы? Нет, пока все понятно. Пока идет все в соответствии с, я бы так сказал, с ведическими трактатами. значит, дело в том, что цель нашей передачи вот дать, понимаешь, это в моей книге я описывал, почему происходит депрессия, да, потому что у людей, ну, каждый ум, он имеет определенные границы, понимаешь, интеллект это совокупность процессов мышления, ограниченных опытом. Если человек имел какой-то определенный опыт, то он как бы расширяет пространство для своего ума. Если у человека не было практически никакого опыта, то, естественно, у него ум ограничен. И когда ум понимает, что он находится в клетке, он просто попадает в сильнейшую депрессию. Поэтому, если человек больше знает, у него больше пространства для ума, он может парить, ему как-то легче жить. Поэтому, он может переключаться, допустим, выходить с одной комнаты, вот у тебя, допустим, здесь 5-6 комнат, да, вот если ты будешь здесь постоянно находиться, со временем тебе надоест, и ты должен будешь выбежать отсюда, допустим, через месяц, через два, через три, потому что это все равно как тюрьма. Но если у тебя лабиринт такой огромнейший, тебе там никогда не надоест, ты будешь наслаждаться. Поэтому знание, это знание, это не только превосходство, знание, это свобода для процессов мышления. значит, но с другой стороны, это тоже нехорошо, как ты знаешь. Ну да. Поэтому, ну ладно, уже не будем внедряться туда. Окей, переходим к главе второй. Горе от ума, да? Горе от ума, да. Но, горе от ума, как раз таки, это и есть депрессия. Потому что, когда ум понимает, что он ограничен, он начинает горевать. Поэтому, я говорю, это, ну, за пару предложениями этого не объяснишь, всё. Окей, значит, глава вторая. У нас ещё время есть или всё уже? Ну, ещё немножко у нас время есть. В это время учитель, победоносно прошедший, исцелитель Мхашача Гуру, царь Вайдурьева Сияния, вошёл в Самадхи, называемое царём врачевания, победителем четырёхсот четырёх болезней. Как только он вошёл в Самадхи, из сердца его на десять сторон вырвался свет сотен и тысяч цветов, которые очистили живые существа во всех десяти направлениях от скверных пороков души. Усмирив все болезни трёх ядов, возникшие от невежества, свет вернулся назад в сердце. Перевоплощение учителя Риши под именем Виджи Аджняна отделился от его сердца и, устроившись в пространстве впереди, изрёк такие слова для круга Риши. Значит, Будда отношения к этому не имеет сейчас. Сейчас он часть свою вывёл в виде Виджи Аджняна и сейчас будет уже говорить, всё будет происходить от лица Виджи Аджняна. О, друзья! Тот, кто хочет жить не болея, кто хочет лечить болезни, пусть учит наставления по врачеванию. Кто хочет долголетия, пусть учит наставления по врачеванию. Кто хочет выполнять дхарму, быть богатым, счастливым, пусть учит наставления по врачеванию. Кто хочет избавлять от страданий других, кто хочет вознестись над головами, пусть учит наставления по врачеванию. В это время из языка учителя Бхайшача Гуру, царя Вайдурева Сияния, вырвался луч сотен и тысяч разных цветов, распространился по десяти сторонам света и очистил живые существа в десяти пределах от скверных грехов, содеянных словом. Усмирив болезни и демонов Гдон, свет вернулся в язык. Появилось воплощение слов Бхайшача Гуру Риши по имени Манасиджи. Он поклонился учителю, совершив вокруг него круг почета и, став перед учителем в позе льва, молвил от имени друга Риши слова, слова такой просьбы. О, учитель Риши Виджиаджняна, да будет благо. Тот, кто желает исполнить всю полноту своих и чужих дел, как должен учиться врачеванию. Воплощение сердца Риши Виджиаджняна молвил ответ. О, великие Риши, учите тантры, учите члены, учите места, учите разделы, учите сутры и учите главы. Снова Риши Манасиджи спросил, о, учитель благо, как выучить тантры устных наставлений? Учитель ответил, о, великие Риши, слушайте, я расскажу четыре тантры. Это тантра основ, тантра объяснений, тантра наставлений и дополнительная тантра. Итого выучите четыре тантры. Расскажу восемь членов. Это болезни тела, детские, женские, от демонов, раны, яды, старость и усиление половой силы. Выучите таким образом восемь членов. Расскажу одиннадцать мест. Первое место. Краткое изложение основ. Второе место. О том, как образуется тело. Третье, о накапливающихся и истощающихся болезнях. Четвертое место. Образ жизни. Пятое место. Пища, питье. Шестое. Составы и лекарства. Седьмое. Процедуры, инструменты. Восьмое. Как жить не болея. Девятое. Узнавание признаков болезни. Десятое. Методы лечения. И одиннадцатое. Лекарь, который занимается лечением. Выучите один из этих мест. Расскажу пятнадцать разделов. Это. Раздел о лечении болезней трех пороков. Лечение внутренних болезней. Лечение жара. Лечение болезней верхней части тела. Лечение плотных и полных органов. Плотных и полых органов. Лечение болезней тайных органов. Лечение разно... Разрозненных болезней. Лечение врожденных язв. Лечение детей. Лечение женских болезней. Лечение болезней от демонов. И лечение ран. Нанесенных оружием. Лечение отравлений ядами. Лечение старости. Лечение полового бессилия. Выучите эти 15 разделов Расскажу 4 сутры Это сутра обследования пульса и мочи Сутра лекарств с успокаивающими действиями Сутра лекарств с очищающими действиями Сутра мягких и жестких средств И четвертое Выучите эти 4 сутры Расскажу 156 глав Ну он как бы Это значит содержание объясняет 156 глав это Введение, перечень того, что рассказывается Основы болезни, их опознавание Средства лечения, перечисление этих 6 глав Входящих вместо краткое изложение Изучайте в тантре основ Значит ну здесь идет вот Значит краска содержания тантры объяснений Зачатие Сравнение строения тела Его качественные признаки Типы, конституция, телосложение Приметы смерти Причины болезней Условия заболевания Входные пути Признаки и классификация Обычный образ жизни Образ жизни По сезонам, по обстоятельствам Как питаться Пищевые запреты Меры питания Вкус лекарств и их действия Методы приготовления Инструменты Как жить не болея Определение природы болезни Хитрости При обследовании Четыре статьи Определения Стоит браться за лечение Или отказаться Общие методы лечения Отдельные методы Два подхода к лечению Сами методы лечения Глава о лекаре Итого в тантре объяснение Одиннадцать мест Значит, вместе с главой Кратца джаня Вы учитесь здесь Тридцать одну главу Вопросы Болезни желчи Ветра Слизи Их сочетания Затяжение болезни Мажу Скран Скярбаб Ор Дмучху Грчон Чхлех Зад Бьед Шесть глав Жар общий Различие жара и холода Состояние между жаром и холодом Жар Незрелый Созревший Пустой Скрытый Застарелый Мутный Жар Грамс Жар Кругс Жар Римс Брумпа Ргъе Газер Гагаг Ахок Чхампа Шестнадцать глав В верхней части тела Головы Глаз Ушей Носа Плотных и полых органов Болезни тайных мест Мужские Женские Распознавание болезней Хрипота Отвращение к пище Жажда Отрыжка Отдышка Глангтхапс Глисты Рвота Понос Запор Задержка мочи Мочи Изнурение Понос Отжара Дрэг Грумбу Чхусер Рацатхар Полезней коже То есть Судя по всему Человек Который Вот этот вот Изучил Такой трактат Он специалист Широкого профиля А у нас Соединенных Штатов Такого вообще Быть не может По определению У нас каждый человек Узкого профиля Этим наверное И отличается Вот тот самый Древний Холистический подход Когда врач Должен был Весь организм Да Не весь организм А умение интегрировать Умение понимать Что чего Откуда Понимаешь Вот человек в благости Он должен видеть Первую основу Причину Понимаешь Он должен видеть Не Допустим Вот я пришел К урологу Я говорю У меня часто мочились Виспускание Он говорит А окей Значит проблемы С простатой Может быть Заболевание почек Может быть Уритрит Может быть Какой-то Сексуальный Трансмиттер Дизейс И Он именно Фокусируется На этом А с другой стороны Знаешь Может у человека Сахарный диабет Ну конечно Это тоже Он тоже В дифференциальный Диагноз Ставит себе Да Или мочекарная болезнь Тоже дает чаще Но Понимаешь Здесь Врач Тибетский Он будет Думать О проблемах В Значит Почему Именно Мочевой Мочевой Тракт Проблема Почему Значит Недостаточность Значит Недостаточность Пищеварения Ненормальное Пищеварение Создает условия Для развития Болезней Допустим В Мочепаловой Системе И он Начинает Как-то Думать Сверху Понимаешь А не Локально Понимаешь Или может быть Знаешь Вот допустим Часом Мочевская Может быть Сердцем Проблемы Понимаешь Потому что Сердей Недостаточность Днем Человек Практически Не пиздит А ночью Начинает Ходить По 5-6 Раз Потому что Когда человек Лежит Вся кровь Начинает Быстренько Выводить Сердцу Легче Работать В общем Я хочу сказать Что Они смотрят На весь Организм Они не могут Смотреть Только на Локальную Проблему Потому что Ты должен Практически Все знать Да Ну Я думаю Что Нам надо Было бы На этом Видимо Остановиться Во-первых У нас По времени Уже Как бы Мы Запаздываем Во-вторых Все Ну вот Когда уже Начнется Просто Действительно Это сложно Понимать Все Поэтому Я решил Лучше Прочитать Чтоб Человек Понял Что Как Трактовать А потом Мы будем Потихонечку Конкретно Уже По болезням Здесь Уже Начнется Нашего Человека Интересует Конкретно Конкретно Болезни Теория Да Теория Нашего Человека Интересует Постольку Поскольку Вот Но тем не менее Надо признать о том Что это действительно Очень интересно Это очень необычно И это очень сложно Поэтому Время Конечно Займет у нас Чтобы это все Так сказать Уложилось Адаптировалось И кому Все-таки Это будет интересно То дорогие друзья Вы можете с нами В общем-то Соединиться Дело в том Что Хайса Джагури Сказал Что Здесь Если ты хочешь Стать Здоровым Помогать другим Ты должен это знать Даже если Ты хочешь Стать счастливым Богатым Мудрым Ты должен Это все знать То есть У меня ввиду Это знание Каждый Обязан знать Но не обязательно Ну Имеется ввиду Врачи Естественно Не-не-не Все люди Все люди Конечно Ты думаешь Что Врач может тебе помочь Никто никому не может помочь Ты должен сам себе помогать Это правда Но тем не менее Одно человек Очень сложно Я даже объясню Вот Если кто будет Терпелив И Значит Настойчив Они могут Может В каких-то Наших других передачах Я могу Значит Более детально И Значит Простыми словами Объяснить Вообще Как себя Поддерживать В хорошей форме Даже в возрасте Там 60-70 лет Знаешь Быть Довольно-таки Бодрым И Здоровым Ну Замечательно Замечательно Ну Для этого Мы собственно говоря И ведем Эти программы Для этого Вы тут И находитесь Доктор Айбек Изатов Ну Особенно Когда рядом С тобой сидит Аватар Ну Ну да Хорошо После того Как Сегодня Все-таки Рабочий день И плюс Время У нас Тоже Рабочее Поэтому Люди Обычно Предпочитают Смотреть Это Все В записи И Если Все-таки Есть Какие-то Кого-то Это Интересует То Вы Всегда Позвоните И мы Можем Встретиться С Доктором Азиатом Здесь У нас В офисе Что ты На ютубе Выставляешь Даже Просто Они могут Прокомментировать Допустим В следующей Передаче Мы хотим Послушать Допустим Про заболевание Почек Или Про заболевание Мозгов Ну да На самом деле Так оно И бывает Тех У кого Заболевание Мозгов Они Правда Не спрашивают Как лечить Да не шучу Я шучу Да Ну я тоже Дорогие друзья На этом Центр Сангейтс И Руководитель Центра Майкл Мелеха Прощается с вами И благодарит Вас За то что Вы были с нами На Интернете И Слушали Наше радио Ну и Естественно Аватар И Айбека Доктора Айбека Изатова Мы Также Благодарим Ну и Как всегда Мы встретимся Во вторник Время Будет сообщено Дополнительно То ли это будет Рано утром То ли это будет Примерно в это время Айбек Спасибо большое Спасибо тебе До новых встреч Здоровья Долго жить Жизнь И Будьте здоровы Все До свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров